доброго а и приветствую вас мы на на то ли заводилась и александр город харьков это чудесно вы знаете может быть что-то хотите спросить как там нас в харькове то по-разному спецоперация до сих пор еще идет у нас российские виска вместе я понял а что они там делают ну ничего такого не роблять административные будивли там у нас я такая влада как а хорошая власть ваша жизнь сейчас улучшилась или нет знаете я вам так хочу сказать то что зараз життя ну напевно краще стало тому что бензин доступных ценных без обмеженник из светлое вместе все тихо продукты так там ее просто меня часто вот как-то вот мысль посещает может быть поговорить с харьковчанами чтобы запустить к нам войска российские ну чтобы не стрелять в них а пригласить наоборот чтобы как-то жизнь улучшилась наша знаете у нас ось был парад девятого травня у нас тоже багато людей вместе было никого никто никого не убивал не стрелять дуже багато людей было но я понял я понял да вот тоже что очень хочется чтобы парады у нас были а то ж парадов как-то нет только единственное что а как у вас а как у вас с комуналкой цены на коммуналку списали уси кредит не то у ци коммунальные послуги списали семейская позавчора пришла мне вы сейчас какая плата за коммунальные услуги ну зараз я не знаю старая цена залишилася еще пока но в гривне да в ремнях или в рублях а в чем платить будете в гривнах или в рублях ну поки что платим в гривне халы с наступного месяца кажут кажут что будем в рублях платить насколько 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 это правда я вам не точно не могу а где вы возьмете рубли в нас же игры рубли а откуда они берутся крыма это с россией россия вам завозит рубли так и у нас просто в магазинах у нас магазинах и гривни ну цены игры в гривнях и в рублях и в рублях я понял то есть просто может быть мы конечно сглупили тогда вот что как-то вот ну как-то не выступали за российские войска ну к нам ходили вот к вам заходили же вот эти колонны российских военных или как это было там не просто зашли просто зашли просто зашли жодного пострела не было ни одного выстрела не было а у нас их понимаете ли пожгли когда заходили я не знаю у нас их людей никого никто не убивал никого ну а у нас вот начались к сожалению вот эти вот убийства причем ну братских братских людей братьев просто начали жечь в танках и зачем это так нужно было и что это оно такое знаете я вот бачу вы тоже гарная людина очисно кажучи вы тоже объективно так что напевно вам потребно выйти я зробите как вы работали в 2014 году антимайдан я помню у вас было такое в месте так я понял я вот мне нужны какие-то аргументы ну чтобы объяснить людям почему потому что вот коммунальных платежей у нас сейчас отменили то есть нет коммуналки в харькове знаете и зараз на ма набегут проценты потом я понял я понял я понял проценты так да дело в том что я ж им скажу что набегут проценты они мне скажут что отменили коммуналку то есть коммуналка не катит я да я же им объясняю что давайте как-то вот ну как может быть нам как-то провести митинг вот я помню в четырнадцатом году был митинг путин в виде войска так чтобы он опять попробовал войска ввести потому что когда тогда попробовал и как-то вот ну не получилось были жертвы среди российских военных они обозлились начали ездить по бронетранспорт броне автомобилей тигр по харькову а их потом же ж к сожалению были уничтожены вот ржавые стоят где-то по убирали сожженные это очень неэстетично некрасиво выглядит а харьковчане к сожалению многие радуются знаете я не знаю какие там российские войска я не хочу горит за место харьков но в мареуполе в 2014 году на 9 травня расстреливали людей и расстреливали там российских войск не было россии расстреливали наши да и же штука дай повод вот же ж вот уж и Продолжение следует...